Глава шестая Жизнь его проходит так. Обыкновенно он встаёт утром часов восемь, одевается и пьёт чай. Потом садится у себя в кабинете читать или идёт в больницу. Здесь, в больнице, в узком тёмном коридорчике сидят амбулаторные больные, ожидающие приёмки. Мимо них, стуча сапогами по кирпичному полу, бегают мужики и сиделки. Проходят тощие больные в халатах, проносят мертвецов и посуду с нечистотами. Плачут дети, дует сквозной ветер. Андрей Ефимович знает, что для лихорадящих, чахоточных и вообще впечатлительных больных такая обстановка мучительна. Но что поделаешь? В приёмной встречает его фельдшер Сергей Сергеевич. Маленький толстый человек с бритым, чисто вымытым, пухлым лицом, с мягкими, плавными манерами и в новом просторном костюме, похожий больше на сенатора, чем на фельдшера. В городе он имеет громадную практику, носит белый галстук и считает себя более сведущим, чем доктор, который совсем не имеет практики. В углу, в приёмной, стоит большой образ в киоте с тяжёлой лампадой возле ставник в белом чехле. На стенах висят портреты архиереев, вид Святогорского монастыря и ренки из сухих васильков. Сергей Сергеевич религиозен и любит благолепие. Образ поставлен его иждивением. По воскресеньям в приёмной кто-нибудь из больных по его приказанию читает слух Акафис, а после чтения сам Сергей Сергеевич обходит все палаты, скадильницы и кадит в них ладнаном. Больных много, а времени мало, и потому дело ограничивается одним только коротким опросом и выдача какого-нибудь лекарства. Вроде летучей мази или касторки. Андрей Ефимович сидит, подперев щёку кулаком, задумавшись и машинально задаёт вопросы. Сергей Сергеевич тоже сидит, потирает свои ручки и изредка вмешивается. «Болеем и нуждут серфим от того», говорит он, «что Господу милосердному плохо молимся, да». Во время приёмки Андрей Ефимович не делает никаких операций. Он давно уже отвык от них, и ведь крови его неприятно волнует. Когда ему приходится раскрывать ребёнку рот, чтобы заглянуть в горло, а ребёнок кричит и защищается ручонками, то от шума в ушах у него кружится голова и выступают слёзы на глазах. Он торопится прописывать лекарства и машет руками, чтобы баба поскорее унесла ребёнка. На приёмке скоро ему прискучает робость больных и их бестолковость. Близость благолепного Сергея Сергеевича, портреты на стенах и свои собственные вопросы, которые он задаёт неизменно уже более 20 лет. И он уходит, приняв 5-6 больных. Остальных без него принимает фельдшер. С приятной мыслью, что, слава Богу, частной практики у него давно уже нет и что ему никто не помешает, Андрей Ефимович, приеда домой и немедленно садится в кабинете за стол и начинает читать. Читает он очень много и всегда с большим удовольствием. Половина жалования уходит у него на покупку книг. И из шести комнат его квартиры три завалены книгами и старыми журналами. Больше всего он любит сочинения по истории и философии. По медицине же выписывает одного только врача, которого всегда начинает читать с конца. Чтение всякий раз продолжается без перерыва по нескольку часов и его не утомляет. Читает он не так быстро и порывисто, как когда-то читал Иван Дмитриевич, а медленно, с проникновением, часто останавливаясь на местах, которые ему нравятся или непонятны. Около книги всегда стоит графинчик с водкой и лежит соленый огурец или моченое яблоко прямо на сукне без тарелки. Через каждые полчаса он, не отрывая глаз от книги, наливает в себе рюмку водки и выпивает. Потом, не глядя, нащипывает огурец и откусывает кусочек. В три часа он осторожно подходит к кухонной двери, кашляет и говорит «Дарьюшка, как бы мне пообедать?» После обеда довольно плохого и неопрятного Андрей Ефимович ходит по своим комнатам, скрестив на груди руки и думает. Бьет четыре часа, потом пять, а он все ходит и думает. Изредка поскрипывает кухонная дверь и показывается из нее красное заспанное лицо Дарьюшке. «Андрей Ефимович, вам не пора пиво пить?» спрашивает она, озабоченно. «Нет, еще не время», отвечает он. «Я погожу, погожу». К вечеру обыкновенно приходит почтмейстер Михаил Аверьянович, единственный во всем городе человек, общество которого для Андрея Ефимовича не тягостно. Михаил Аверьянович когда-то был очень богатым помещиком и служил в кавалерии, но разорился и из нужды поступил под старость в почтовое ведомство. У него бодрый, здоровый вид, роскошные седые бакины, благовоспитанные манеры и громкий приятный голос. Он добр и чувствителен, но вспыльчив. Когда на почте кто-нибудь из посетителей протестует, не соглашается или просто начинает рассуждать, то Михаил Аверьянович багровеет, трясется всем телом и кричит громовым голосом «Замолчать!» Так, что за почтовым отделением давно уже установилась репутация учреждения, в котором страшно бывать. Михаил Аверьянович уважает и любит Андрея Ефимовича за образованность и благородство души. К прочим же обывателям относятся свысока, как к своим подчиненным. «А вот и я», говорит он, входя к Андрею Ефимовичу, «Здравствуйте, мой дорогой! Небось, я уже надоел вам, а?» «Напротив, очень рад», отвечает ему доктор. «Я всегда рад вам». Приятели садятся в кабинете, на диван и некоторое время молча курят. «Дарьюшка, как бы нам пиво», говорит Андрей Ефимович. Первую бутылку выпивает тоже молча, доктор задумавшись, а Михаил Аверьянович с веселым оживленным видом, как человек, который имеет рассказать что-то очень интересное. «Разговор всегда начинает доктор. Как жаль», говорит он медленно и тихо, покачивая головой и не глядя в глаза собеседнику, он никогда не смотрит в глаза. «Как глубоко жаль, уважаемый Михаил Аверьянович, что в нашем городе совершенно нет людей, которые бы умели и любили вести умную и интересную беседу. Это громадное для нас лишение. Даже интеллигенция не возвышается над пошлостью. Уровень ее развития, уверяю вас, нисколько не выше, чем у низшего сословия». «Совершенно верно. Согласен». «Вы сами изволите знать», продолжает доктор тихо и с расстановкой, «что на этом свете все незначительно и неинтересно, кроме высших духовных проявлений человеческого ума». «Ум проводит резкую грань между животным и человеком, намекает на божественность последнего и в некоторой степени даже заменяет ему бессмертие, которого нет. Исходя из этого, ум служит единственным возможным источником наслаждения. Мы же не видим и не слышим около себя ума, значит, мы лишены наслаждения. «Правда, у нас есть книги, но это совсем не то, что живая беседа и общение. Если позволите сделать не совсем удачное сравнение, то книги это ноты, а беседа пение». «Совершенно верно». Наступает молчание. Из кухни вухобит Дарьюшка и с выражением тупой скорби, подперев кулачком лицо, останавливается в дверях, чтобы послушать. «Эх!» вздыхает Михаил Аверьянович, «Захотели от нынешних ума». И он рассказывает, как жилось прежде здорово, весело и интересно. Какая была в России умная интеллигенция и как высоко она ставила понятие о чести и дружбе. Давали деньги взаймы без вектили и считалось позором не протянуть руку помощи нуждающемуся товарищу. А какие были походы, переключения, стычки, какие товарищи, какие женщины? А Кавказ, какой удивительный край? А жена одного батальонного командира странная женщина надевала офицерское платье и уезжала по вечерам в горы одна без проводника. Говорят, что в аулах у нее был роман с каким-то князьком. «Царица небесная, матушка, вздыхает Дарюшка, а как пили, как ели, а какие были отчаянные либералы? Андрей Ефимов слушает и не слышит, он о чем додумывает и прихлебывает пиво. Мне часто снятся умные люди и беседы с ними, говорит он неожиданно, перебивая Михаила Аверьяновича. Мой отец дал мне прекрасное образование, но под влиянием идей 60-х годов заставил меня сделать со врачом. Мне кажется, что если б я тогда не послушался его, то теперь я находился бы в самом центре умственного движения. Вероятно, был бы членом какого-нибудь факультета. Конечно, ум тоже не вечен и переходящий, но вы уже знаете, почему я питаю к нему склонность. Жизнь есть досадная ловушка. Когда мыслящий человек достигает возмужалости и приходит в зрелое сознание, то он невольно чувствует себя как бы в ловушке, из которой нет выхода. В самом деле против его воли вызван он какими-то случайностями из небытия к жизни. Зачем? Хочет он узнать смысл и цель своего существования. Ему не говорят или же говорят нелепости. Он стучится, ему не отворяют. К нему приходит смерть, тоже против его воли. И вот как в тюрьме люди, связанные общим несчастьем, чувствуют себя легче, когда находятся вместе. Так и в жизни не замечаешь ловушки, когда люди, склонные к анализу и обобщениям, сходятся вместе и проводят время в обмене гордых, свободных мыслей. В этом смысле ум есть наслаждение незаменимое. Совершенно верно. Не глядя собеседника у глаза, тихо и с паузами, Андрей Ефимович продолжает говорить об умных людях и беседах с ними. А Михаил Аверьянович внимательно слушает его и соглашается. Совершенно верно. «А вы не верите в бессмертие души?» вдруг спрашивает почтмейстер. «Нет, уважаемый Михаил Аверьянович, не верю и не имею основания верить». «Признаться, и я сомневаюсь, а хотя, впрочем, у меня такое чувство, как будто я никогда не умру. ой, думаю себе, старый хрен, умирать пора, а в душе какой-то голосочек. Не верь, не умрешь». В начале десятого часа Михаил Аверьянович ухудит. Надевая переднюю шубу, он говорит со вздохом. «Однако, в какую глушь нанесла нас судьба? Досаднее всего, что здесь и умирать придется. Эх!»